серёг а ты вот что можешь вот рассказать про свой автомобиль какие тут плюсы и минусы и вот вот минимум информации для людей но вдруг кто-то будет захочет такой автомобиль купить ты им владеешь уже сколько лет больше пяти лет да вот за пять лет достаточное количество времени чтобы какие-то плюсы и минусы за пять лет ты можешь вот сказать вот плюсы и минусы автомобиля потому что я думаю может быть кому-то это будет нужна информация информация может быть очень обширные и охватывать всякие моменты но я буду краток из самых больших плюсов я увидел этом автомобиле это же все-таки у нас плюс 2 кашкай плюс 2 это семиместный вариант поэтому он дает возможность полноценно полноценно лежать двоим человеком и частично занятому пространству машины убранные с улицы вещи которые могут погрызть грызуны унести собаки то есть огромный плюс этого автомобиля и ты спишь вдвоем это можно поля . спальное место это огромный плюс этого автомобиля также ребята у кого там по ходу есть еще дети смотрите это семиместный автомобиль семиместный автомобиль давай еще по плюсам что еще походных обстоятельствах лишнего места никогда не бывает следующий плюс у нас смотрите на автомобиле что немаловажно и для походов для больших дальних странств и это его экономичность все-таки автомобиль достаточно экономичный порядка 6 литров это округляем не оборай кондиционера подожди а чё на чё на чё нам рассказывать вы сейчас ребятам быстренько покажем а ключики дать сейчас мы это мы сейчас покажем ребят что вот есть на самом деле короче я вот это видео ничего не буду обрезать от все как есть как все снимается привет я устал монтировать видео поэтому смотрите ну-ка чё там дальше и все двери закрыты блин а чё нам все закрыть что нифига не показывать ладно ребят косячок возник поэтому все таки придется это видео монтировать я вам покажу сколько там расход ну серёг давай это очень приятно 95 такого объемного автомобиля достаточно тяжелого странственника вот ну минусов на самом деле не так и много даже про плюсы мы закончили то есть это ну хорошее спальное место это экономичный мотор еще плюсы какие вот но в принципе неплохой клиренс подпольное пространство мы как по моему уже даже показывали для лопаты ножовки в багажнике в этом время пусто когда начинаешь погрузку то есть подпольное пространство достаточно но даже понимала напихать много всяких разных вещей полезных еще плюсы плюсы мне нравится этот автомобиль но это само собой автомобиль должен нравиться и кстати нравится панель она 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 красиво она простая да она сделана в виде там бело-красного вот такого дизайна но она симпатичный вот эти толстые стрелки красные здорово неплохо неплохо так плюсы закончились да ну клиренс в автомобиле достаточно приличный достаточно приличный клиренс проезжать какие-то неровности препятствия впечатляет ну минус конечно есть один ну учитывая конечно японские нравы и я понял уже про минус ребят я вам уже начинаю показывать как это можно было делать причем смотрите автомобиль стоит ровно то есть мы здесь ничего не как-то не подыгрываем смотрите ровно стоит автомобиль как это вообще могло произойти как вообще могло произойти вот ну что это я уже много раз разбивал лоб причем смотрите когда долбитесь по металлу будет больнее чем по пластику маленькие минусы все равно конечно какие то есть вот конечно это хорошо закрыто от дождя от того чтобы открыть багажник и кушать мы здесь кушали не рад да кстати да и вот смотрите пожалуйста ровненько вот-вот я сел все дождичок на меня не капает есть такое дело пойдем дальше что еще из минусов губа губа передний губа ребят я не понимаю зачем современный автобром делает вот такую фиганю но что вот это вот ну как это вообще произошло а все признать ямана если отойти сбоку то будет видно что вот этого ничего делать и не нужно потому что здесь радиатор он начинается достаточно высоко здесь ничего рядом никаких агрегатов нету в этом не было никакой необходимости но современная тенденция по моему кстати о volkswagen yeti да у них по-моему разный был а у volkswagen tiguan а есть разные варианты переднего бампера то есть перед его до какие-то внедорожные варианты обратите внимание также если мы заговорили о других автомобилях например ну этого же плана автомобилей то можно ров 4 ров 4 например рассмотреть у него тоже бампера в россии одни но заграницей совершенно другие если вы посмотрите на фотографию заграничную то что продается в японии ров 4 то есть геометрия проходимости у него уже будет отличаться уже приятно нам походникам тем кто любит просторы заехать в лес выехать в грязь это нам не минус был бы поэтому наше пожелание если кто тоже пожелание да так а еще и вот из минусов каких-то вот тут еще вот из минусов что-то есть такое глобальный минус глобальный минус но по-моему свет мог быть и получше все-таки линзовая оптика но свет свет оставлять желать лучше еще одна непонятная ситуация это передняя приводная модификация я не понимаю почему но быстрее изнашиваются задние задние колеса причем я пытался найти информацию в интернете но информации не может быть именно у кошка я не понимаю задние колеса изнашиваются без быстрее хотя это передний привод загадка причем нет какого-то износа там ближе здесь в середине или там она изнашивается равномерно но задние колеса изнашиваются быстрее как на передней приводной машине еще есть что-нибудь да пожалуй все остальном мы поведаем когда-нибудь чуть позже так что ребят это это маленькое видео может быть кому-то будет полезнее кто-то кто хочет покупать подобный автомобиль кстати кстати кошкой который не плюс 2 вот эта проблема она еще более она выражена моему это как на ладе гранта лифтбэк там тоже что-то беда с багажником ну как это вообще могло произойти ребят это все это на макс а еще почему-то скрипят амортизаторы попробуем вот эти стойки а слышали ребят че это за звук причем мазали подвижные части и чем только не мазали шарниры шарниры мазали вы видите даже вот они грязь специальные силиконовых и просто смазка работает относительно недолго и приходится опять повторять давай попробуем еще раз вот этот звук не должно такого быть казалось бы что проще вот эти вот стойки амортизаторы ну-ка давай сейчас мы все закроем слушайте ребят это всегда так но ребят на камеру этого звука сейчас небо все-таки понимаете машина она все таки хоть немножко до живое существо и она чтобы не позориться она нас услышит еще влажность воздуха поправку надо дать да 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 но в сухом климате это было а еще огромный плюс не ну подождите как такой здесь бак на 65 литров то есть ход автомобиля от заправки до заправки и больше больше тысячи километров это шикарный плюс это такое должно быть причем все мы знаем что на заправках разное топливо стараемся заправлять только качественным бензином по возможности поэтому случается так что от заправки до заправки очень очень прилично в карельских сторонах да мы тогда вообще мы очень играли да мы очень долго ехали на лампочки так что лить абы что вроде как не хочется ну да зачем проблема когда нужно заправляться на качестве заправки так ребят в общем все вот этот маленькое видео в лесу потому что мы сейчас находимся в путешествии кто не знает я еду в владивосток и серёга и серёга мне делает огромную помощь как брат отправляет меня на самолет москву мы мы посадим что мы не хорошо приземлились во владике так что ребят не сам qashqai пожалуйста нравится покупайте смотрите глядите но сейчас сейчас уже нет такой модификации потому что qashqai вышел совсем другой этот автомобиль 13 года все ребят всем всего хорошего и пока